Наташа росла в благополучной советской семье. Папа военный, мама научный работник. А Наташа — единственная любимая дочь своих родителей. Семья исклесила весь Союз и в конце концов осела в Киеве. Отцу дали полковника и перевели на преподавательскую работу в академию. Наташа, поменяв до этого едва ли не десяток разных школ, уже привычно представилась перед новым классом как новенькая. И тут появился он. Он учился в параллельном классе. Учился не очень, следует заметить. Носил прическу в стиле группы кис, курил, ругался. Учителя ничего не могли с ним поделать. И дивились странной дружбе Наташи и Вовы. Но дружба крепла и со временем вылилась в нечто большее, чем обычный школьный роман. В десятом классе Наташа забеременела. Ужасу родителей с обеих сторон не было предела. Как это часто бывает, будущие родственники сыпали взаимные обвинения в случившемся и самоотверженно искали виноватого. Но молодые люди любили друг друга и не обращали внимания на такие глупости, как общественное мнение и моральный облик. Обсуждали будущую свадьбу. «Все будет хорошо», – уверенно говорила Наташа Вове, видя его волнение по поводу реакции родственников на их решение. «Свадьбы не будет», – в унисон заявили родители. На Наташе была фата, взятая у знакомой, а на Володе – туфли и костюм родственника. Гуляли в лесопарке возле базы «Динамо», и вместо ресторанных стульев были пеньки, и скатерью служила бирюзовая трава. А молодым было плевать на такие неудобства. Чуть-чуть огорчало отсутствие на свадьбе родителей. Слегка волновал вопрос, где жить. «Да что за вопросы, в самом деле, когда тебе семнадцать? Когда рядом есть любимый, и вы знаете, что через месяц вас будет трое». Небо сияло ярко, и даже небольшой слепой дождик не мог нарушить ощущение чудесного сказочного праздника. И мягким прикосновением дождик незаметно смыл слезинки, выступавшие на глазах Наташи. Это были слезы радости, слезы человека, у которого все хорошо, а будет еще лучше. За честь посидеть с внучкой новоявленные дедушки и бабушки едва ли не дрались. Бывшие враги враз помирились, увидав прелестную маленькую Юлю. Вова решил поступить в Васильевское летное военное училище. Никто, ни учителя, ни близкие, знавшие его, не могли поверить в волшебное превращение заросшего хиппи в аккуратно постриженного курсанта. «Вовчик, будешь маршировать и приказом подчиняться?» Знакомые округляли глаза. «Да никогда!» Но маршировал и подчинялся. Учился на отлично. А Наташа ездила к любимому каждые выходные. И можно было сказать, что девушка очень скучала. Да вот маленькая Юля скучать не давала. К счастью, учеба в училище длится не вечность. И через четыре года Владимир в торжественной обстановке получил погоны старшего лейтенанта. Распределение военнослужащих — серьезная штука. И весьма непредсказуемая. Как говорится, куда родина пошлет. Послала на север. И Наташа последовала за мужем. А там родилась и вторая дочь — Вика. Годы шли, менялись гарнизоны, военные городки. И всегда жена была рядом. Отсутствие бытовых условий и иные невзгоды военно-полевой жизни обрастают романтическим ореолом спустя несколько десятков лет. В теплой отдельной квартирке, в теплой, опять-таки, компании за чашечкой горячего чая очень приятно вспомнить и смаковать отсутствие теплой воды и отопления. Вспомнить молодость. Эх, романтика. Тогда некоторые вещи не то что не казались Наташе романтичными. Они были откровенно трудными. Но ни разу девушка не пожалела о своем выборе. И ни разу ни в чем не упрекнула любимого человека. Мы вместе. И это главное. Все прекрасно, любимый. Наташа всерьез увлеклась фехтованием. Стала выступать за команду гарнизона, а потом и области. И стала лучшей. Тренер сказал как-то, ты очень сильный человек. Ты сама еще не знаешь, на что ты способна, Наташа. Много позже женщина вспоминала эти слова. В начале восьмидесятых Вову направили служить в Эфиопию. Это было не худшим вариантом в то время. Ведь еще был Афганистан. Но Эфиопия тоже война. А на войне, как известно, иногда убивают. Наташа не раздумывала ни мгновенья. И поехала с мужем. И долгие шесть лет терпела невыносимую жару. Привыкала к чужим, а иногда и чуждым африканским обычаям. И молилась, когда Вову вызывали на аэродром по ночам. И всегда силами создавала мужу то, чего многим офицерам на чужбине не хватало. Семейный уют и радость от того, что рядом с тобой любящий человек. В конце 80-х родина встретила возвратившихся из Африки супругов Коневцевых множеством коммерческих киосков, неразберихой в товарно-денежных отношениях, неизвестной ранее, а оттого пугающей инфляцией и полнейшим хаосом во всех сферах жизни. Вопреки расхожему мнению, что оттуда и за границы наши военнослужащие привозили эшелоны несметных сокровища, замечу, что за граница за границей рознь. Может, кто-то и перегонял эшелоны, но Коневцевы привезли видеомагнитофон и музыкальный центр. Все. Джинсы-варенки не в счет. На скопленные за шесть лет службы в горячей точке деньги семья приобрела поддержанный автомобиль отечественного производства. Семья ютилась на съемных квартирах. Зарплата не успевала за инфляцией. Но любящие люди поддерживали друг друга и верили, что все будет хорошо. И наступил 91-й год. Украина обрела независимость и решила сократить численность своих вооруженных сил. И Вова попал под сокращение. Тогда это казалось концом. Позади полжизни отданной армии. Впереди пугающая неизвестность. Благо, дочери проявляли недюжинную самостоятельность. Сами поступили в вузы, сами учились, зарабатывали деньги. Юля окончила медучилище, Вика училась на экономиста и подрабатывала продавцом. Жизнь преподносила один неприятный сюрприз за другим. Давящая неизвестность завтрашнего дня не давала заснуть по ночам. А Наташа сказала тогда, все будет хорошо. Это не было провозглашением мечты или просто естественным желанием. Она не пыталась словами поддержать своего мужа, в 35 лет ставшего пенсионером. Это была цель, ясная и четкая. Поставленная перед собой, перед сильной женщиной. Цели добивается тот, кто к этой цели идет. И Наташа начала свой путь. Она окончила двухмесячные курсы бухгалтеров и через пару дней устроилась в одну фирму. На зарплату в 25 долларов в месяц. Сейчас это кажется диким и нереальным, но была и такая зарплата. Пустяковая зарплата за очень непустяковую работу. И кто-то сломался бы. И посчитал бы, что начинать с нуля, когда тебе за 30, задача не перспективная и малореальная. Наташа так не считала. Все будет хорошо. Сильная женщина наверняка знала, что способна на многое. И работала. И шла к намеченной емкой в трех словах цели. И получила повышение через год. И зарплату в 100 долларов. Сказка. В среде коммерсантов слух о талантливом, не боющемся работы бухгалтере распространился быстро. Наташу пригласили в небольшую фирму, занимающуюся продуктами питания. Через три года небольшая фирма превратилась в одно из крупнейших предприятий с широкой розничной сетью магазинов. А Наташа из рядового бухгалтера превратилась в финансового директора. Улавливаете связь? За этими превращениями тяжелый труд сильной женщины, буквально заражающей всех своей неистащимой энергией. Женщины, которая твердо знала, что все будет хорошо. Ты кормил меня всю жизнь, теперь ты можешь отдохнуть. С улыбкой сказала Наташа Вове, презентовав ему однажды на день рождения новенькую Вольво. Сейчас Наталья является управляющей салонами и школой-студией. Это женщина, для которой счастье и благополучие близких людей, независимо от степени близости, является приоритетным. Во всяком случае, Наташа не отказала кому-либо в какой-либо просьбе. Она счастлива. Она с любимым. Сильная женщина, сама, своими руками создавшая свой мир, в котором все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин